Добрый день! Вы смотрите выпуск новостей. Меня зовут Егор Матаев. Прямо сейчас начнем этот выпуск главных тем. Добрый день! Омикрон штаммом коронавируса выявили в России. Об этом сообщил руководитель группы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Омикрон штамм выявлен у двух людей, вернувшихся из ЮАР и получивших положительные результаты теста на коронавирус. Сейчас специалисты изучают, насколько будут работать вакцинные препараты против омикрона и насколько возможны повторные случаи инфицирования. Штамм омикрон у него очень большое количество мутаций, которые мы никогда не видели столько сразу одновременно в одном образце. И информация, по-моему, первая появилась 22 ноября, когда последовательность генома была загружена в международную базу данных, и она сразу привлекла к себе большое внимание. Столько мутаций, которые были присущи различным штаммам, плюс какие-то новые изменения. Это действительно было необычно. И после этого начало количество последовательностей быстро увеличиваться. Рейды по соблюдению антиковидных ограничений продолжаются в Бурнауле. Сотрудники полиции и Роспотребнадзора контролируют наличие QR-кодов и соблюдение масочного режима посетителями заведений, торговли, досуга и общепиток. Как сообщает пресс-служба администрации города, за прошедшую неделю проверено больше 500 объектов. Лидером по числу выявленных нарушений стал железнодорожный район. Там составили 28 протоколов и еще одно предписание. Напомню, за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрены штрафы для граждан от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц до 150 тысяч рублей, для юрлиц от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Алтайские волонтеры-медики победили в конкурсе «Лучшее региональное отделение 2021». Итоги подвели на международном форуме «Мы вместе». Наш регион представили студенты ГМУ. Они одержали победу в первой категории конкурса региона с численностью населения свыше 2 миллионов человек. Победители определяли, исходя из рейтинга региональных отделений. Его сформировали по отчетам работы добровольцев за прошедший год. Кроме того, барнаульские студенты победили в конкурсе «Лучшая школа волонтера-медика» в онлайн-формате. Он направлен на выявление лучших региональных практик по обучению новичков основам добровольческой деятельности в сфере здравоохранения. Также на форуме наградили Алтайскую общественную организацию «Много деток хорошо». Она победила в номинации «Помощь людям». Такое движение, движение добровольцев, действительно не знает границ. И не только по территориям, по душе. Она не знает душевных границ. Хочу искренне вас поблагодарить за все, что вы делаете. От лица тех, кто не всегда даже в состоянии сказать вам спасибо. Победу участникам из Алтайского края принес проект «Добрые вещи». Он создан в помощь многодетным семьям, а также родителям в тяжелой жительной ситуации. Для них в Барнауле организовали обмен детской одеждой. На акциях люди оставляют вещи в хорошем состоянии, а взамен берут любые понравившиеся. За время существования проекта в нем приняли участие уже более трех тысяч человек. Премия, которую получил проект «За победу», может приобрести новые контейнеры для вещей и другое необходимое оборудование, а также обучить новых волонтеров. И к другим темам. Больше 70 тысяч охотников зарегистрировали в Алтайском крае в этом году. Все они получили так называемые охотничьи билеты. Этот документ позволяет законно использовать оружие. Получить его можно двумя способами. Подать заявление в Управление охотничьего хозяйства Минприроды края или через портал Госуслуг. На справочной информационной платформе персональные данные заполняются автоматически. Кандидату потребуется только прикрепить свою фотографию. Время для получения документа можно выбрать самостоятельное. Электронное заявление рассмотрят в течение рабочих пяти дней. Детский технопарк «Кванториум-22» станет площадкой для подготовки школьников к международным конкурсам. С 6 по 10 декабря юные ученые со всего края пройдут курсы подготовки к научным состязаниям. Лидеры краевых и федеральных научно-исследовательских проектов встретятся с экспертами и преподавателями вузов. Для детей подготовили консультации по оформлению научных работ, презентации и докладов. Кроме этого, каждый учащийся сможет задать интересующие вопросы экспертам. Секции по физике, астрономии, биологии, химии, литературе и социологии будут работать 5 дней. Подробное расписание есть на сайте детского технопарка. Уже в десятый раз алтайская резиденция Деда Мороза открыла свои двери. В этом году вновь в Белокурихе. Волшебник со снегурочкой устроили гостям снежное шоу, вручили сладкие подарки и угостили пихтовым лимонадом. Дети и родители смогли сфотографироваться с белыми кроликами и узнать об истории волшебных елочек. Теме хвойных деревьев был посвящен и конкурс поделок в фестиваль елок. В честь юбилея решили сделать мы фестиваль. Все ребята огромные, большие, большие молодцы. Так приятно видеть, как у них работает фантазия, как они могут ручками все это делать, исполнять все это творчество. Просто вот сердце радуется. Все мое морозное сердце, каждый снежинкой трепещет. Всего на конкурс прислали 1328 самодельных елочек. Все участники получили электронные дипломы. А вот призовые места заняли только 12 конкурсантов. Каждый в своей возрастной категории. Идея сама возникла еще с леса, с летней нашей прогулки. Мы собирали материал, сушили все это, мыли, сушили. И тут такая возможность выдалась поучаствовать в фестивале елок. Мы, конечно же, все свои запасы собрали и начали придумывать волшебный дом. В резиденции Деда Мороза обещают не переставать удивлять. Например, сейчас любой ребенок может получить игрушку, изготовленную в мастерской волшебника его помощниками. У нас появилась своя фабрика Деда Мороза, которая расположена в городе Рубцовске. Конечно, мы хотели бы, чтобы проект стал более масштабным, и даже возить экскурсии на фабрику. Но пока это та фабрика, которая, наконец-то, начала делать самые невероятные волшебные игрушки. Прямо сейчас поговорим о спорте. Семь спортсменов из Алтайского края выступят на чемпионате Кубки мира по боевому самбо. Отборочные соревнования прошли в Москве. Как идет подготовка к предстоящим схваткам, расскажем в сюжете. Ежегодный турнир памяти мастера спорта по самбо Владимира Щетинина вновь собрал лучших бойцов со всего Алтайского края. На соревнования заявились почти 70 спортсменов. Для семи из них турнир стал подготовкой к предстоящему чемпионату и Кубку мира по боевому самбо. В этом году организаторы международной организации боевого самбо сказали, что будет такая возрастная категория. Мы провели, съездили, поучаствовали на Кубке и заняли первые места и отобрались именно шестилетние дети. Кто-то у нас выступает по разделу поединки, где идет волноконтактные бои, а кто-то выступает по разделу борьба. Поэтому каждый спортсмен готовится в своем направлении, работает с тренерами индивидуально. Причем шестилетних бойцов сложно назвать новичками. Малыши занимаются по 2-3 года. Мне интересно бороться. На гимнастике не можешь научиться за себя постоять. Бывает сложно, бывает нет. А в чем бывают сложности? Например, против тяжелых. А вот Максим Морозов занимается самбо 4 года. Сейчас спортсмену 10. О том, как он заработал путевку на Кубок мира, можно снимать блокбастер. Перед последней схваткой на первенстве России он получил серьезную травму, но вышел на ковер и победил. Теперь Максим покажет свой боевой характер на международных соревнованиях. Я сначала недооценивал их, когда уже понял, что сильный, и начал пытаться с ними бороться. Получил травму на соревнованиях. Но буду готовиться усиленно. Представят Алтайский край Михаил Дымов. В свои 19 он уже тренирует детей и судит соревнования. Михаил стал абсолютным победителем среди юниоров. В результате вышел на первенство мира. Также он провел три поединка среди мужчин. По юниорам мыслил холодной головой, подходил рассудительно, не видел никаких проблем. А по мужчинам уже немного пришлось задумываться. Выходили и 30, и 35 лет, и морально уже было тяжеловато. Но ничего, боролись. Какие результаты покажут алтайские самбисты, узнаем уже в начале января. А пока спортсменам предстоит тренировочный процесс, чтобы привезти с международного турнира в Москве золотые награды. Вадим Слюсарев, Алина Пенигина, Николай Бойко. Новости. Алтайский государственный театр драмы имени Шукшина признан лучшим региональным театром. Он стал победителем независимой премии зрительских симпатий «Звезда театрала». Церемония награждения прошла накануне в Москве на сцене государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Директор театра имени Шукшина Любовь Березина поблагодарила всех зрителей за их голоса, которые и принесли победу. Это просто невероятно, так не может быть. Довольно неприятно, что это происходит на этой легендарной сцене. Мы, Мановши, театра Вахтангова на две недели ровно. Пацанова наряном исполнилась. К этому часу у меня все. Напомню всем телезрителям, что эти и другие новости вы всегда найдете на сайте katun24.ru и в группах телеканала, в социальных сетях. Также присылайте к нам в редакцию свои интересные темы. О самых актуальных мы обязательно расскажем в прямом эфире на телеканале katun24. С вами был Егор Матаев. Эфир телеканала продолжат мои коллеги. А я желаю вам отличного и продуктивного дня. До встречи. Продолжение следует...